Май выдался жарким на строительной площадке Саволмаш. Благодаря активному поступлению инвестиций, интенсивность земляных работ, связанных с инженерными сетями, выросла. Завершилась прокладка коммуникаций справа и слева от здания, после чего они были закольцованы. Колодцы были установлены на свои места. Продолжился монтаж лотков для труб. В конце месяца начался новый значительный этап строительства – работы по благоустройству территории вокруг здания проектно-конструкторского технологического бюро. На площадке начали работать геодезисты. Техника начала вывозить излишки грунта, чтобы в дальнейшем производить засыпку территории песком, выравнивание, укладку асфальта и других покрытий. За пределами площадки Саволмаш завершились работу по благоустройству территории, разрушенной во время прокладки коммуникаций. Были восстановлены парковочная зона, газон и зеленое насаждение. Постепенно убирались вагончики строительного городка. Штаб по управлению строительством переместился внутрь здания по КТБ. Внутри здания начались работы по монтажу лифтов. Подошел к завершению монтаж межкомнатных перегородок. Выполнялись отделочные работы на лестничных маршах, укладка плитки и покраска стен. Устанавливались двери. Шел монтаж инженерных сетей, а именно укладка проводов в специальные лотки. Важный фронт работ – это работа с технологическим оборудованием. В мае продолжилась отладка оборудования в испытательной лаборатории и на других участках. Шли пусконаладочные работы по запуску производственной линии электродвигателей. Началось формирование покрасочной линии. Компания Solar Group создала новую дорожную карту проекта. В ней отображена динамика финансирования в режиме реального времени, сколько инвестиций уже привлечено и сколько осталось привлечь по плану. Также показаны ключевые достижения и цели компании Solar Group и Savalmash в рамках реализации проекта. Ссылка на дорожную карту в описании под видео. В Перу открылся первый в Латинской Америке офис компании Solar Group. Офис работает в Лиме на протяжении последних двух месяцев. Однако торжественное открытие состоялось в преддверии конференции Solar Group в Перу по случаю приезда топ-менеджеров компании. В мероприятии приняли участие порядка 30 человек, среди которых руководитель направления рекламы и связи с общественностью Solar Group Павел Филиппов, коммерческий директор Павел Шацкий, директор производственной кооперации ресурс Андрей Лобов, национальный партнер компании в Перу и Эквадоре Массимириана Вивиан Рассини, ведущие партнеры и инвесторы из Перу. В офисе регулярно проводятся встречи с инвесторами, партнерами и бизнесменами, интересующимися технологией. Посетители могут вживую ознакомиться с электродвигателями на Славянке и документами компании. Офис делает работу по продвижению проекта более эффективной, поэтому компания, открыв 7 офисов по всему миру, планирует продолжить этот курс в дальнейшем. 27 мая в Перу состоялась конференция Solar Group с участием топ-менеджеров компании Павла Филиппова и Павла Шацкого, директора производственной кооперации ресурс Андрея Лобова, а также национального и ведущих партнеров Solar Group в Перу. Это отчетная конференция, цель которой была показать результаты проекта за полтора года со времени открытия национального представительства в Перу, а также дать новый импульс развитию проекта в стране. На мероприятие собралось около 200 гостей, партнеров, инвесторов и людей, которые недавно начали интересоваться инвестициями в технологию «Славянка». Они узнали о новостях проекта и ходе строительства по КДБ «Савалмаш» о специальных предложениях для инвесторов и получили ответы на свои вопросы от первых лиц компании. В рамках визита делегации Solar Group в Латинскую Америку технология «Славянка» была представлена в старейшем вузе региона и самом престижном высшем учебном заведении Перу – Государственном университете Сан-Маркос. Руководитель производственной кооперации «Ресурс» Андрей Лобов выступил перед профессорами, деканом вуза и студентами инженерных специальностей. Он продемонстрировал им электродвигатели с совмещенными обмотками производства компании АСПП «Вайхай», а также лодочный мотор на «Славянке», который привез из России. Андрей Лобов рассказал о преимуществах и практическом применении технологии на транспорте, а также о проекте в целом. Слушатели узнали, на каком транспорте можно использовать двигатели на «Славянке» в их стране. Благодаря проведенной встрече с технологией и компанией «Савалмаш» познакомилось научно-инженерное сообщество Перу и будущие инженеры, которые смогут применять и продвигать технологии у себя в стране, как в государственных образовательных учреждениях, так и в бизнесе. В мае мы подвели итоги лотереи Solar Group, которая прошла в ряде стран – Россию, Индии, Вьетраме, Болгарии, Германии, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейне. Десятки победителей получили свои призы в виде инвестиционных долей. Определились обладатели супер-призов – поездки на строительную площадку «Савалмаш» и мотоциклы с двигателем на «Славянке». А самое главное – мы вместе с вами ускорили финансирование и строительство по КТБ. 31 мая завершается сразу несколько акций для инвесторов проекта «Двигатели Дуйнова», благодаря которым вы сможете увеличить выгоду от инвестирования и ускорить финансирование проекта. При пополнении основного счета в личном кабинете вы получите 5% денежных средств к сумме пополнения и сможете потратить их на покупку инвестиционных долей. При инвестировании в первые 7 дней после регистрации в личном кабинете вы получите бонус, который составит 5% инвестиционных долей от того числа долей, которое начисляется за платеж. Условия этих акций суммируются. Важно успеть воспользоваться ими сегодня до 23.59 по московскому времени.